Ситуация в Беларуси и в Хабаровске. Казалось бы, абсолютно разные кейсы, но что между ними общего? Зависть Путина к политикам, которые гораздо популярнее него, то есть, соответственно, Александру Лукашенко и Сергея Фургалу. Каковы перспективы белорусских и хабаровских протестов? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с независимым политическим аналитиком Еленой Галкиной. Я бы начал этот разговор с событий в Беларуси. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что сейчас происходит? Видно, что явно у Лукашенко нет той поддержки, которую он официально заявляет. Он говорит, что, собственно, вот те, кто сейчас выступают против него, это якобы люди, которые хотят просто привлечь внимание. Мол, выборы эти были, это праздник, а вот, мол, есть кучка недовольных, которые просто пытаются перетянуть политическое одеяло на себя. Я в целом оцениваю поведение власти Беларуси, принятые мне решения по поводу и тактики ведения избирательной кампании, и того, что происходило в ночь, собственно, что мы все наблюдали. И нынешние заявления как, с моей точки зрения, неудачные и не отвечающие на те вызовы, которые стоят непосредственно перед режимом. То есть тут вопрос об эффективности принятия решений, прежде всего, если мы будем рассуждать, так сказать, с экспертно-аналитической точки зрения. И, конечно, понятно, что запрос общества Беларуси на демократизацию, на участие в принятии решений, как, собственно говоря, запрос всего модернизированного человечества, которые составляют, ну, уже больше, чем... Короче, я думаю, что примерно одна треть людей, которые живут на земном шаре, так или иначе, хотят осмысленно уже иметь возможность выбирать своих политиков, иметь возможность их отправлять в отставку в случае неэффективности, до уверены в том, что они обладают теми же самыми правами от рождения, что и люди, которые над ними властвуют, вот, и чувствуют несправедливость от невозможности реализации этих прав. Эта проблема есть и в Ливане, где сейчас идут выступления гораздо более серьезные, чем в Беларуси, кстати, и посредствия для Ближневосточного региона, возможные последствия, как бы, крах государственности, да, дестабилизации серьезной в этой стране, они, ну, очень-очень важны, на самом деле, вот, и европейские политики понимают это, и не даром Макрон уделяет такое внимание данной ситуации, вот, там все-таки уже четыре министерства, да, и ведомства захвачены, и тут мы вспоминаем уже разгар Майдана, не самое начало, как в случае с Беларусью, вот, так вот, и в Ливане тот же самый запрос, и в Молдове, и в Румынии, и в Украине, кстати, и в Соединенных Штатах Америки, тот же самый общественный запрос. Граждан на участие в принятии решений, на контроль над властью и, соответственно, на то, чтобы национальное богатство, скажем так, распределялось во имя общего блага. То есть у нас, на самом деле, мне кажется, происходит такой всемирный, ну, завершение очередного витка всемирной спирали, и выход, может быть, на новый виток, связанный с политико-философским осмыслением, да, действительности, вот, и возвращением понятия общего блага, которое за последние 50 лет несколько размыто, забыто и тому подобное. Вот, и вот этого всего не понимает категорически Александр Григорьевич и, собственно, Центр принятия решений в Беларуси. То есть они не признают, не хотят признавать в гражданах Беларуси ни крепостных, ни детей, которым нужен отец, за них думающий, им что-то дающий, а, собственно, людей, которые выбирают своего, выбирают менеджера для управления государством, ну, и, собственно говоря, если этот менеджер не справляется, он должен отправиться в отставку. Вот, и вместо этого Александр Григорьевич демонстрирует те же самые представления, что и Владимир Владимирович, и многие другие автократы человечества, да, и Эрдогана можно вспомнить, и Орбана, и кого только угодно. Вот, это я наиболее близкий, да и, собственно, и Трамп чем-то на них похож, наверное. Везде теория заговора, везде внешнее влияние. Вспомните интервью Гордону, которое дал Лукашенко накануне выборов, где он называет, собственно, революцию достоинства государственным переворотом. Вот, то есть он отказывает людям в праве на достоинство, и люди, естественно, ему будут отвечать тем же. И если бы он пошел навстречу, да, если бы он провел открытую конкурентную избирательную кампанию, у него была такая возможность, извините, есть достаточно много примеров успешных поступательных демократизационных процессов в обществах, которые были крайне автократичны. Ну, мы можем посмотреть, например, на то, как это происходило и происходит в Марокко. Вот. Очень мягко, поступательно. Нельзя сказать, что парламент там получил какие-то большие права за десятилетие реформ. Вот. Но, между тем, общество получает возможность высказаться и понимает, что оно идет вперед, оно чувствует прогресс. Здесь никакой, нет шага к прогрессу в диалоге между обществом и властью. Власть не хочет никак себя ставить в зависимость от общества, быкует, извините за выражение. Вот. И, естественно, будет получать дальнейшую радикализацию, к сожалению. Каков результат этой радикализации, кроме того, что опять будут посадки, опять кто-то сядет на несколько лет, кто-то будет избит, кто-то попадет в больницу. Мы помним, что последние выступления были почти 10 лет назад в Беларуси, и знаем, чем они закончились. И видим, чем это заканчивается вот сейчас. Вы сказали про Макрона, который приехал в Ливан. А кто приедет в Беларусь? Вот почему Европа, например, не стремится как-то реально вмешаться? Мы же все прекрасно понимаем, что без вмешательства западных партнеров, причем реального, радикального вмешательства, Беларусь ничего не изменится. Потому что белорусский народ сейчас застрял между двумя режимами, между белорусским и российским. Потому что если они сейчас попытаются поднять вооруженный мятеж против Лукашенко, что крайне сомнительно, по многим причинам, то они могут получить российскую армию, армию вторжения. Вот как вот это было в Украине. Они могут получить помощь от российской армии на самом деле. Потому что мы сейчас видим, что по таким низовым каналам коммуникации, точнее по грязным каналам коммуникации, и гон за каналом, неверифицированным и тому подобное, сейчас из России идет в Беларусь месяц, что надо вводить войска, надо помогать братскому народу против режима Лукашенко, который все равно предал, собственно говоря, Россию. В смысле, путинский режим. Он предал путинский режим, Кремль. Вот вы это имеете в виду? Да, Лукашенко, безусловно, и враг Кремля. Вот это нужно понять. Это не понимают и многие белорусские оппозиционеры, как я вижу это. Это не понимают в Украине, и это не понимают, наверное, на Западе. Вот. Но история с, собственно, наемниками-вагнеровцами или какой-то другой, короче говоря, людьми, которые были наемниками, людьми, которые воевали на Донбассе, да, и, соответственно, приехали в Беларусь с неизвестной целью. Это история, наверное, и попытки Кремля каким-то образом оправдаться, в том числе через очень быстро разоблаченный вброс о том, что это украинская сторона, СБУ задействована была в перемещении вагнеровцев в Украине, людей с непростым прошлым, как они говорят, вот, для того, в Беларусь, для того, чтобы поссорить наши братские народы и тому подобное. Вот. Так называемое расследование комсомольской правды было разоблачено как фейковое мгновенно. Но, между тем, оно тоже идет, и, обратите внимание, уже на уровне МИД России через пару дней, после того, как расследование, в кавычках, было опубликовано, уже российский МИД намекает на то, что в случае с этими 33 богатырями, как называют это Россия, вот, в России, называют СМИ, виновата некая третья сторона. Так вот, если мы посмотрим далее реакция, вот, Путин поздравил Лукашенко одним из первых, но не первым, как известно, первым поздравил, как я понимаю, Китайская Народная Республика. И здесь мы видим, что белорусский народ зажат не между двумя режимами, а там еще есть и третий достаточно серьезный игрок, без которого, я думаю, Александру Григорьевичу уже давно пришлось бы стать Минской областью Российской Федерации, вот. Либо же его в принципе бы не было, и какая-нибудь Тихановская, или ее муж, или кто-то, и Бабарика, или кто-то еще, собственно, провел бы референдум о просоединении к России. Но этого не случилось, учитывая то, что Беларусь, режиму Лукашенко, очевидно, не помогает континентальная Европа, вот. Я предполагаю, что он себя чувствует очень уверенно. А почему Европа не помогает? То есть европейские лидеры считают, что это зона интересов Кремля? Нет, они не помогают. Европейцы помогают оппозиции. Сейчас очень интересная ситуация сложилась, потому что, смотрите, информационно, информационно в эту избирательную кампанию однозначно помогали белорусской оппозиции и, соответственно, западные партнеры, так сказать, да, вот, западные СМИ освещали преимущественно с точки зрения оппозиции эту кампанию и помогали российские СМИ. Оппозиции, подчеркиваю, белорусская оппозиция. И при этом между ними, если мы посмотрим даже на кейс этих вагнеровцев, между белорусской оппозицией и российскими пропагандистами, причем спецпропагандистами, типа Александра Коца, было взаимодействие, взаимопродвижение, обмен между Некстой непосредственно и Коцем и рядом других российских пропагандистов. Вот. То есть они продвигали повестку друг друга, они помогали друг другу сначала в продвижении истории о том, что эти люди ехали куда-то, то ли в Ливию, то ли в Судан, то ли в Венесуэлу, они никак придумать не могли, но куда-то ехали. И было интересно, как вот эта новость у российских военных пропагандистов, вот эта новость на Радио Свобода, вот эта новость на Нексте, понимаете? И вот два потока фактически слились в один. Далее мы видим уже перед выборами в Белоруссии призыв Жириновского к Лукашенко уйти в отставку, сняться с выборов. Сейчас после выборов, да, Путин поздравил Лукашенко, но что мы видим, какую реакцию мы видим, например, от Константина Затулина, одного из координаторов, я не знаю, кто придумал эту русскую весну, но Затулин вместе с Глазьевым были непосредственными координаторами, видимо, весьма важными в этой цепочке. Мы знаем, сколько переговоров выложено в сеть, да, касающихся весны 2014 года, организации антиправительственных выступлений, соответственно, вот, мятежей. Так вот, что говорит Затулин? Затулин против Лукашенко. Затулин, соответственно, выступает фактически в поддержку белорусской оппозиции. Захарова фактически выступает в поддержку белорусской оппозиции, понимаете? И здесь на самом деле у граждан Белоруссии очень сложная ситуация, очень сложная, потому что, с одной стороны, потому что, во-первых, есть непосредственно, есть потребность в осуществлении своих прав, да, и люди должны за это бороться, безусловно. Но, соответственно, есть диктатор, который не хочет слушать категорически, и его решения становятся все менее адекватными, с другой стороны, есть оппозиция. Если мы посмотрим, да, например, на историю о том, чей Крым, то Лукашенко отвечает наиболее однозначно с точки зрения международного права. Белорусские оппозиционеры, я думаю, легко признают Крым российским. Ну, они, мне кажется, будут занимать позицию Тихоновской, то есть, ну да, политически он российский, юридически он не российский, да, мы слышали это заявление, оно на самом деле вызывает, ну, такое, неоднозначное впечатление. Вот, вот, причем, насколько я помню, ее муж достаточно пророссийский настроенный человек, вот, поэтому, собственно, как их вывезут настроение общества, это один вопрос, но если мы посмотрим на личную точку зрения лидеров оппозиции белорусской, то, безусловно, я вполне могу предположить, что это будет одним из первых их решений, ну, по крайней мере, в первый год после, соответственно, прихода к власти. Вот, но вопрос, насколько, насколько общество Беларуси согласится, ну, предположим, да, то есть, мы видим, первое, белорусский режим, который, соответственно, не отвечает запросам общества и становится все менее-менее легитимным. Это очевидно. За ночь после выборов этот режим потерял много от своей легитимности. За время кампании он тоже потерял много. Это еще не катастрофично, с моей точки зрения, но, в общем, уже приближается к черте, на самом деле. И, значит, второе, это российский режим, который поддерживает белорусскую оппозицию. И, с другой стороны, ну, то есть, мы видим, что информационно, кроме самых-самых официальных каналов, все остальные каналы ведут себя по отношению к Лукашенко так же, как по отношению к Януковичу во второй половине 2013 года, когда стало ясно, что Янукович не собирается отказываться от ассоциации СССР. Вот ровно то же самое. И третье, третье, это Запад, да, то есть, третье, это Европа, которая очень хочет, ну, она признает, естественно, то, что режим диктаторский, то, что, соответственно, свобод нету, да. С другой стороны, Беларусь, например, гораздо, гораздо более подготовлена для евроинтеграции объективно по управленческим критериям, по критериям экономическим, по критериям социального развития, чем Украина. То есть, если мы возьмем любой из индексов, индекс человеческого развития, индексы, которые касаются прозрачности ведения бизнеса и тому подобное, вот, если мы возьмем всю совокупность этих индексов, то увидим, кроме Freedom House, да, того, то, что делает, вот, то мы увидим, что Беларусь гораздо ближе к Европе находится, чем Украина по этим показателям, и она опережает, ну, она опережает все страны постсоветского пространства за исключением тех трех республик, которые уже, которые были давно приняты в Евросоюз. Вот. То есть, в принципе, Евросоюз заинтересован, конечно, вот этот режим является единственным, что мешает Евросоюзу начать нормальный диалог с Беларусью, и, ну, там, там реально может быть ускорена евроинтеграция, однако же, с точки зрения военно-политической, Беларусь слишком сильно интегрирована с Российской Федерацией, да? И мне кажется, это будет единственное и главное препятствие для евроинтеграции Беларуси, которое не состоится, получается. Потому что, кроме слов, Европа, в общем, ничем не готова поддерживать Беларусь, насколько я понимаю. Вот. Смотрите, но, например, у нас уже есть история, так называемый, кейс Дадон-Сандук, когда пророссийский Дадон, собственно, и Россия за его спиной договорились с европейской Майи-Санду, ее движением, соответственно, и поддерживающей их Евросоюзом, и прекрасно, соответственно, и прекрасно выгнали олигарха Плохотнюка. Да, и тем самым повернули Молдову в сторону России, на самом деле. На самом деле, да, потому что Майи-Сандук пришлось уйти, и оказалось, что выиграла Россия, а Евросоюз, наверное, в чем-то просчитался. Но, между тем, европейские эксперты до сих пор объясняют, что это, в принципе, неплохая была сделка, потому что Молдова является демократией, такой, пусть несовершенной, пусть молодой, да, но демократией. Соответственно, в отношении Белоруссии может быть, может прокатить такая же схема, по крайней мере, на этапе предварительных, например, переговоров России и Евросоюза. То есть, пусть это будет демократия. Короче, финляндизация Белоруссии, вот так вот. Соответственно, мы администрируем, мы берем под контроль силовые структуры, пусть там будет конкуренция политика, пусть там будет свободная экономика и тому подобное. А мы это кто? Кто берет под контроль силовые структуры в Белоруссии? Ну, я моделирую условные переговоры между Кремлем и Евросоюзом как акторами в данном случае. Понятно. И это получается, что Беларусь будет как бы частично интегрирована в Европу и частично в Россию. Вот по вашему представлению вот так вполне может сложиться, да? Ну, я не оцениваю эту вероятность как наибольшую. Я оцениваю эту вероятность менее 50%, но где-то в районе, знаете, в районе 20%, не больше. Получается, что Кремль разочарован Александром Лукашенко, он хочет его поменять по вполне конкретным практическим причинам, по всей видимости. Ну, во-первых, это личная обида Путина, как я понимаю, да? То есть, Путин очень сильно обиделся на Лукашенко, который не захотел интегрироваться в единое государство и обнулить Путина. Да, наверное, есть и другие причины, например, то, что Лукашенко все время берет и никогда ничего не отдает. организный двоюродный брат, что называется, да? Хотят поменять. Мне кажется, что, если говорить даже о мотивации Путина лично и в целом, ну, и в целом, наверное, его ближайшего окружения, то она несколько глубже, потому что, если мы вспомним конец 90-х годов, то эпоху создания союзного государства, то в России достаточно серьезно Лукашенко набирал рейтинг как возможный преемник Ельцина. И помнится, была такая история, да, сайт Лукашенко 2000 или чего-то такое. И Лукашенко очень хорошо относится в России. Очень хорошо. И не исключено, что лучше, чем к Путину. И на самом деле с точки зрения строительства своего имиджа Путин очень многое позаимствовал у Лукашенко. Очень многое. Вот. И там, где у Лукашенко, скажем так, естественная харизма, то у Путина некоторое подражательство в этих вопросах. Путин человек лично не харизматичный, человек, так сказать, которого красит место. А у Лукашенко тут все наоборот, и, конечно, Путин это чувствует сам. И Лукашенко вообще и в Украине очень любят. Самый популярный зарубежный политик, у которого рейтинг, я думаю, выше, чем у Зеленского сейчас. То есть у Лукашенко в Украине рейтинг стабильно около 60%. Если смотреть на зарубежных политиков, доверие к зарубежным политикам, одобрение их деятельности. И в России очень хороший имидж у Беларуси, который и даже негатив, который шел в отношении Лукашенко на протяжении последних лет, по моим ощущениям, не может пока еще конкурировать с качеством белорусской колбасы, мороженого и творога. Поэтому есть и вот это личное может быть обида, понимание того, что в своей стране как строитель государства, кстати говоря, как строитель национального государства, Лукашенко на самом деле успешнее Путина. И это очень интересный момент, но он его не достроил. Вот. И сейчас бы, если бы Лукашенко, конечно, любой человек, который занимает должность столь высокую на протяжении столь длительного периода, перестает быть адекватен, к сожалению. и мы видим, что если бы 10 лет назад Лукашенко занялся демократизацией, то не было бы сейчас таких проблем, и у Беларуси было бы гораздо больше успехов в плане евроинтеграции. Но он тогда этого не смог, и тем более не может это сделать сейчас, к сожалению. Да, но вы знаете, у меня вот все вопрос такой вертится. Смотрите, получается, вот эта политическая позиция Беларуси, которая сейчас хочет сменить Лукашенко, по сути дела соглашается так или иначе быть колонией Москвы. То есть у них нету каких-то таких четких заявлений, как в Украине, о том, чтобы становиться независимым от империи, о том, чтобы строить свое национальное идентичность, язык, да, вот как в Украине армия мова. Дело в том, что несмотря на столь обтекаемые и морально гибкие, я бы сказала, заявления лидеров белорусской оппозиции в отношении Крыма, в отношении в целом истории о независимости белорусской, о суверенитете государственном, дело в том, что в Беларуси созрел общественный запрос на этот суверенитет и на национальное государство. В Беларуси достаточно редко публикуются подробные результаты социологических опросов, к сожалению, и это тоже большая, вот, большой просчет Александра Григорьевича, потому что вот, почему просто не пустить социологические службы всемирные, да, почему не дать возможность проводить им исследования. Уже одно это сняло бы кучу вопросов по поводу легитимности сейчас, но этого не было сделано, даже этого элементарного. Так вот, в конце 2018 года был опубликован очень интересный опрос социологический, который касался в том числе вопросов национальной идентичности. Так вот, оказалось, что там почти по 90% соответственно ценят суверенитет, независимость Белоруссии и не хотят никуда ни с кем интегрироваться. По-моему, около 65% хотят, чтобы дети знали белорусский язык так же хорошо, как и русский. Тоже около 85% считают, что белорусский язык это очень важная часть национальной идентичности, его надо развивать и так далее. И самая хорошая иллюстрация, что за независимость своей страны готовы воевать тоже, по-моему, около 85% белорусов. Это колоссальная цифра на самом деле. Колоссальная, потому что это настроение, знаете, ну, если сравнить с Украиной, то в Украине перед Майданом таких людей, если не ошибаюсь, было в районе 50%. В Европе, в европейских странах часто это меньше 50%. Вот. И о чем это говорит? О том, что если мы дальше будем моделировать ситуацию победы, ну, победы оппозиции, победы демократической оппозиции, которая, между тем, имеет вот эту моральную гибкость по поводу суверенитета. Ну, мы можем подозревать эту демократическую оппозицию, соответственно, в данной моральной гибкости, судя по их высказываниям. Запрос общества другой. Запрос общества именно на суверенитет, на национальное строительство, не на Минскую область. Минская область будет не принята категорически. И другое дело, что это получится если, соответственно, новая власть Беларуси не покажет достаточное мастерство и понимание того, что если общество привело их к власти, то именно эти общественные запросы нужно исполнять, какие именно, а не, ну, например, как Зеленский, был запрос на народовластие, между тем, ни одного закона народовластие не принято, а принят закон о снятии моратории на продажу земли, против которого выступало 65% населения, да, вот, если они себя не будут вести как Зеленский, а будут слушать общество, предположим, то вслед за периодом дестабилизации, конечно, национальное строительство национального государства неизбежно, так или иначе, то есть общество для этого уже созрело, но, соответственно, Лукашенко дальше этого делать не хочет, потому что национальное государство это и есть именно демократизация, передача власти народу, то есть тому, кто действительно как бы по теории общественного договора, да, в соответствии с идеей национального государства как такового и должен владеть этой властью, должен быть источником настоящим этой власти. Лукашенко этого не понимает, у белорусской оппозиции, соответственно, другие проблемы, вот, но и в результате непонятно, каким образом будет этот запрос реализован. Ну, действительно, Лукашенко очень топорно провел вот эту вот, я не знаю, не выбора, а фальсификацию, да, то есть даже в приличных, так сказать, диктатурах это делается ну, как-то более красиво, более прилежно, что ли, там хотя бы какие-то декорации выставляются, а здесь просто на 80% и все, вот, ешьте. Ну, вот это полная, вот это именно иллюстрация полной глухоты, глухоты, слепоты, категория, и главное категорического отказа людям в достоинстве и в праве выбора в том, что они имеют какие-то права. Раб с Лукашенко, Лукашенко имеет естественные права от рождения, любой белорус имеет такие же права, включая и право на восстание, кстати говоря, включая и право сменить власть. Но Лукашенко настолько себя ведет действительно без всякого уважения к окружающим, такое ощущение, что он единственный в стране, кто обладает этими самыми естественными правами. К своим согражданам относится как к детям, это видно по его даже элементарной манере изъясняться. Это полное средневековье, он ведет себя как король. Вот, государство это я, это, соответственно, вот государство это его тело короля. Это его, он суверен, не народ суверен, а он, вот так он себя ведет. Причем такое ощущение, что у него нет политехнологов и он даже не нуждается именно современных политехнологов, которые создавали бы ему образ именно современного, ну, там, демократического какого-то лидера, да, как это вот даже у Путина это все-таки есть, да, то есть ему пытаются лепить этот образ европейца, а Лукашенко даже об этом не заботится. Он себя вот именно выпячивает, показывает, да, я вот такой феодальный, значит, король, да, и вот это мои крестьяне, ну-ка давайте-ка не трогайте их. Они любят короля и давайте-ка не мешайте нашей архаичной суверенности. Ну, вот, собственно, кстати, тоже логику демонстрирует Путин в отношении Хабаровска. То есть, он отказывает людям в достоинстве, он отказывает людям в праве выбирать, и действия, которые предпринимает власть, носят заведомо оскорбительный для людей характер. Да, я как раз хотел вас спросить по поводу Хабаровска. Вы сказали, что Путин, по сути дела, завидует Лукашенко. У меня ощущение, что вот ровно так же он завидует и Фургалу, и это была одна из главных причин, по которой Фургалу убрали. Вот так как он бы хотел убрать Лукашенко, ну вот, поскольку здесь это происходит на российской территории, то просто Фургалу крадут, и после этого мы имеем уже целый месяц непрекращающихся выступлений Хабаровча. Но там происходит на самом деле печальная история, потому что, к сожалению, сбылся мой прогноз по поводу того, что будут точные репрессии, будут убирать самых активных. И вот сейчас, например, развивается история с журналистом Алексеем Романовым. Его, после того, как он месяц, ну или там две-три недели активно освещал эти события, просто посадили на семь суток. Мы знаем, что после этого бы последовало, то есть после этого, если бы еще раз сделал бы такие вот свои съемки, то там могли бы уже головку впаять, да, по основанию о неоднократном нарушении правил проведения митинга. И вот он сегодня, точнее, вчера объявил о том, что он вынужден уехать из Хабаровска, он даже не говорит, где именно он, да, он говорит, я за пределами Хабаровского края. Вот, это, пожалуй, был самый яркий, самый профессиональный и самый мощный такой вот журналистский проект именно по Хабаровским восстаниям, по Хабаровским выступлениям. Вот смотрите, они его убрали, они Сергея Наумова, еще одного активиста, он из Открытой России, посадили на 10 суток, вот он сейчас их сидит, там еще одного активиста, который на фургаломобиле разъезжал, его посадили на 8 суток. Но мы видим, что самых ярких просто уничтожают, да, вот чем это грозит все протесту в дальнейшем, то есть вы какие-то перспективы видите вообще? Я, к сожалению, я не вижу перспектив у этого, то есть низко оценил на данный момент перспективы протеста добиться своих целей, вот, но что из этого, но протест безусловно оставит след в сердцах тех людей, которые в нем участвовали, он оставит очень важный опыт, и вот сейчас главный вопрос это какой именно опыт останется? Это будет опыт достойного сопротивления, вот, либо это будет опыт поражения и предательства, потому потому что и вот эта история с точечными репрессиями в данном случае очень важна, потому что протест начинался и сейчас он идет, собственно, он еще не вышел из этих рамок, а это очень хорошо, кстати, это протест не просто против, это протест за, собственно, люди спасают человека, это очень хорошая история, понимаете, с точки зрения создания кругов доверия, с точки зрения создания вот этих вот сетей горизонтального взаимодействия, вот, это история, которая может стать основой для вот этих новых сообществ для их функционирования в течение лет и лет и десятилетий, и очень важно здесь не утратить прежде всего веру в себя, да, то есть власть, да, власть будет дальше проводить точечные репрессии и власть будет стараться, чтобы люди предали и фургала, то есть сменили лозунги, условно говоря, перестали требовать его, перестали требовать вот этого честного суда присяжных в Хабаровске, а это самое главное и самое правильное требование, вот, будет оно, во-первых, оно реализуемо, оно может быть выполнено, соответственно, если оно не будет выполнено, то это вся вина ложится на федеральную власть больше ни на кого, люди будут это знать, и люди останутся, то есть они будут знать, кто виноват, и будут думать, что делать дальше, а фургал, как мы видим, ведет себя достойно, потому что, ну, исходя из того, что его еще не показали по телевизору с призывом прекратить митинги и признанием в убийствах, значит, он ведет себя достойно, вот, и если и он будет продолжать себя вести достойно, но на самом деле мы понимаем, что в российских тюрьмах может случиться все, что угодно, и, конечно, выдержать там это героическая история, вот, и люди на улице помогают ему, собственно говоря, это выдержать, на самом деле, и ни в коем случае нельзя допускать, вот, с точки зрения перспектив протеста, ни в коем случае нельзя допускать деполитизацию, вот все эти истории про там Рутенбергов, еще кого-то, что все это чисто экономическое, это все направлено исключительно на то, чтобы деполитизировать дело и лишить его всяческих перспектив. Сейчас дело имеет перспективы, в том числе и в Европейском суде по правам человека, вот, по, собственно, тем статьям, которые, ну, считаются признанием делополитическим, да, там много нюансов, вот, чисто политическим признать дело крайне тяжело, это, соответственно, там, по этой статье, которая не формулируется, не формулируется как политическое признание делополитическим, да, соответственно, формулируется по-иному, по-моему, шесть успешных кейсов из более чем двухсот за время существования исполнения, то есть, это колоссально тяжело, это случается очень редко, это, например, там, Тимошенко в Украине, да, это самое, Навальный в России, и то с нюансами, то есть, ЕСПЧ, по-моему, давал специальный комментарий, как это именно надо понимать, вот, и здесь это дело имеет эту перспективу, но только до той поры, пока она будет политическим, и, соответственно, для людей, которые выходят на улицы, сейчас главное защищать тех, кто страдает, кто подвергается репрессиям, являясь какими-то лидерами, активистами, соответственно, вот, координируя все эти действия, то есть, люди должны учиться защищать друг друга, и в этом случае у Хабаровского протеста большие перспективы, вот, большие перспективы с точки зрения развития в течение, в течение, там, года или нескольких лет, последствий, которые мы не знаем, они могут проявиться, он может утихнуть, не добившись своего, но он может проявиться потом через несколько лет вспыхнуть гораздо сильнее, и, кстати говоря, на тех же кругах доверия, которые образованы людьми, которые вот ходят по улицам, потом вместе общаются, знакомятся, обмениваются координатами и так далее, вот, вот это самое важное, поэтому здесь, ну, здесь главная стойкость, и для, кстати, белорусской оппозиции то же самое, точнее, для белорусского протеста, тесного движения. Это была Елена Галкина и я, Александр Кушнарь. Подпишитесь на Ньюс Эдера при желании, помогите нам через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.